МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славянские литературные дожинки, коля 150 удельников, собрал творче форум в нашем регионе. Наставнику физкультуры присвячается на Рогачевшине проходить турзлет памяти Василя Катянкова. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Керавник державы сегодня принял шерох кадровых решений. Прекметно обновился пул наших дипломатов за мяжей. Так президент назначил послов, которые будут представлять интересы Беларуси в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане. Новые особы по выниках кадровых четверга и в мясовой вертикали. Керавник державы узгаднил назначение старшиня у некоторых Раевы-Канкама в Гомельской, Гродинской и Минской областях. Анатолий Гапонник, который до этого работал старшиней Лельшинского Раевы-Канкама, зойме аналогичный пост в Будокошалевском районе. У свою чергу Лельшинский район узначались Сергей Касинский, старшиня Мясового районного совета депутатов. В зоне отказности новых керавников усе сферы життя в районе. От сельской господарки до выплаты зарплат на предприемствах. Требования мои, вы знаете, они остаются неизменными. Надо достойно завершить уборку урожая. Заработная плата. Хотелось бы, чтобы в будущем году, а мы уже начали сдавать экзамены, сегодня и в будущем году, чтобы те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть. Но это не зря плата, а зарплата. Деньги должны быть заработаны. Нужно организовать людей, заставить, кто не хочет работать. Ну, а заработанные деньги надо выплатить. В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамены. И сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь порой, перед парламентскими выборами, говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Спокойно нам пройти эти периоды постараются не позволить. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, понимаете, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем в эти выборы действовать так, так, тактика, такая и стратегия, мы должны ее придерживаться. Прошу учесть, что если и будут критиковать и наносить какие-то удары по каким-то людям, то имейте в виду, что это будут удары с дальним прицелом по президенту. Оно так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Ну, я к этому готов. Я хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Райкому в партии нет, горкому в обкому тоже. Все на ваших плечах. И экономика, и зарплата, и жизнь людей, и кадры, и политика. Надо помощь? Говорите. А, в общем-то, районы, в которые вы идете работать, не плохие. Там можно работать. Люди абсолютно все перспективны. Очень хотелось бы, чтобы вот это новое поколение, которое вы представляете руководителей, прижилось. И мы из этого нового поколения, с уровня председателя райисполкома, получили конкуренцию наверху. На должностях министров, губернаторов, членов правительства, высших должностных лиц. Очень бы хотелось. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я, как президент, не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение людей. Змены отбились и в топ-менеджменте некоторых предприемства. У приватности Петр Максимчика узгоднены президентом на позицию гендиректора завода Гомельшкло. Керувников реального сектора Александр Лукашенко ориентировал на эффективную работу, выпуск якосной запотребованной продукции и перостерог от супрацовництва с посредниками. Открытие, присвеченное году Малой Радимы, выставы гомельских мостаков, демонстрация узоров службовой формы и зброи, присяга молодых супрацовников. Белорусские следшие означают сегодня свое профессийное свято. Олег Сюнтеров наведал урочистости у Гомеле. На гэтый раз цветкование дня супрацовника органу попереднего следства у Гомеля начинается не совсем традиционно. У будинку областного управления Следующего комитета у першыню открылся выставы работ гомельских мостаков, каля 30 картин, присвеченных году Малой Радимы. Экспозиция будет постоянно дейчей, али сами картины будут заменяться. По осудностях это не только упрыгоживание, али и свои соблевые элементы духовного выхования и психоэмоциональной разгрузки для супрацовников управления. Они должны чуть-чуть где-то отдыхать. Может быть, наши работы им помогут где-то расслабиться. Вот они, выйдя в коридор из кабинета, увидят красивый пейзаж. И это им поможет как-то освободиться от этих тяжелых мыслей. Демонстрацию взору службовой зброи выкликает неподробный интерес гомельчан. Работа Следующего не мая на увазе перострелки и погоня, али и надзвучайная ситуация может возникнуть зауседы. Хоть и размова не только пытабельной зброи, специальная помповая стрельба, например, да поможет трапить практически у любое закрытое помешканье. Может применяться для вышиба, например, замков. То есть в упор подходит к замку и производится выстрел. Вышибной специальный патрон полностью производит вышибание замка. То есть при вскрытии дверей. Сгодно с социологичными опытаниями, Следующий комитет мае в громадстве вельми высокий рейтинг. Это, саправды, эффективно действующая структура, оснащенная самым сучасным посталяванием. Сегодня раскрываемость злочинцев у Следующем комитете Республики Беларусь для нас 6,8% на узровне лепших европейских показчиков. Али это не значит, что тут нема махчемустю для повышения эффективности деяности, и гэтай резервы будут обовязково выкарстаны. Правильный Следующий комитет к своему профессиональному празднику подошло со стабильными результатами служебной деятельности. Нам есть чем гордиться. Конечно же, есть и те моменты, на которые стоит обратить внимание, тем более с учетом критических замечаний, прозвучавших в адрес ведомства в целом на одном из совещаний при главе государства. Поэтому выводы сделаны, и мы двигаемся вперед. Суперсовник Следующего комитета может выглядеть вот так, вот так, вот так, вот так. Али у якого формы, и он не был бы опранутый, повинен за все допамятать, когда ты саправданной Следующей, головной для тебе обороной человека. Для многих суперсовников областного управления Следующего комитета это свято запомнится еще и по своей особистой причине. Некто отримал заслуженную зногороду, некто принял присягу. Все это погоны следжек на Овгомичне отримали кля 5-10 человек. Лейтенанты юстиции, которые принимают присягу зараз, на службу всего другой день, а для кожный язык верить, это на все же все. Следственный комитет, мы решили пойти еще с другом в школьные годы. Служба Следственного комитета – это очень почетная служба, это благородная работа на благо общества и на благо нашей страны. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». Урожай Садовины и Городнины в эти дни сбираются не только сельскохозяйственные предприятия. Десятки тонн этой продукции все лета выращены и на приватных подворках. Причем на полициях рынков можно сустроить продукцию, которая еще 20 лет тому для нашего региона лечилась экзотичной. Гомельский центральный рынок. Не глядяши на ранний час, места, которые отведены для приватного гандля, уже заняты. На полициях у себя без выключения продукция, что выращивается на Гомельшине. Яблыки, бульба, цыбуля, морква, помидоры. Особливый интерес у покупников выкликает Гомельский виноград. Еще совсем недавно никто и подумать не мог, что его можно выращивать на территории в области. Правда, каштое, он не совсем тонн. 8 рублей за килограмм. Алиаматоры культуры перекананы. Это реальная цена. Дарыши, подчас святкования Дня города, у Гомеля пройдет виноградный фестиваль. В Гомеле достаточно людей, которые выращивают виноград. Вот 14 числа в Скверике, в Громыке будет выставка. Я думаю, основная масса виноградарей будет именно с Гомеля. Не из Бреста, не из Новополоцка, а именно с Гомеля. С наступного тысня у Гомеля пошнутся сельско-осподаршие кермаши. Почас их проведения цены на Садовину и Городнину, звычайно, снижаются. Хоть назвать их вельми уже великими, не льга и зараз. Сыбуля и морква в середнем коля рубля за килограмм. Бульба 60 копеек. Яблоки 2,50. Приватные продавцы кажут, что в этом году был такой засушливый период, коли отримать некоторые культуры. Уже навод и не различивали. Хоть урожай все равно меньше за леташний. В этом году хуже урожай, чем в том году. Потому что был очень жаркий июнь, три недели. Мы думали вообще, картофеля не будет. Но потом дождики пошли и начал, наросла картошка. Ну, хорошая, довольно-таки неплохая вот она перед вами. Баклажанчики, перчик. Дальше пословых реализаторов продукции с посадебных участков и они практически не користаются химичными препаратами. Навод бульбу копают выключно рыдливкой. Каб не пошкодить. Урешті и они сами эту садовину згородненой уживают. У покупников экологичная шистая продукция завсюди користается повышенным попытом. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». Талиновитые и активные сегодня у Гомеля урожиста открылися славянские литературные дожинки 2019. Место для проведения свят организаторы обрали вельми малявниче. Верах Сожа, девокол сосны, прозьяки, наудельников и гостей мероприемства светило неповосински теплое солнце. Такое ж теплое, які сябровства. Поміж славянскими народами, представники яких у поэтичных рифмах и прозе увособили свои литературные талленты. Зурочистостю сюжет Марины Джалай. Славянские литературные дожинки все лето проходят у 14-й раз, и не собрали 150 удельников с трех славянских краин Беларуси, России и Украины. Три дни поэты и письменники вопытные и юные будут знаходиться у атмосферы абсолютного яднания. Быть срод однодумцев, людей, які, разумею, тебе спал слова «Великая салода». Селедний фестиваль мае свои адметності, які не толькі упрыгожылі свята творців, але і зробіли його більш ґрунтовным і змістовным. Найперш, гэта конкурс «Майо слово». Калі рані ми праводзіли разрознені конкурсы, так, по певних номінаціях особна, і гэта не гублялася у просторі. Тобто тепер, всього гэта, ми вирішили зробіць один, але у розних, в узростовых категоріях. От 14 до 25 гаду, і от 25 гаду і в шей. Усіх, хто піша поэзію, прозу, ми запрашалі до дзелу в гэтам конкурсі. Конкурс, так назваець, мае слово, значыць адмене особіста, і оно павінна прісті до чітача, альбо до таго, с кім я хачу падзілицца. В гэтам конкурсі приняло у дзел звыж 250 жахару Гумельськай в області. Я лішу, што гэта шмат. По крайній мэрі, за гэтая 14 гаду в першыню, каву конкурсі, приняло столькі у дзел. Фестивалю замежна гості кажуть, што на Гумельші не створена на зайзрасть усі моцная літературна школа. Юні поэты і прозаіки мають можливість не тільки презентувати свої твори громадськості під шашматліких літературных конкурсів, але й отримлювати підтримку в опытных майстрів слова. В Гумельській області дуже серйозна підтримка оказывається молодым літераторам. Це пістоянні конкурси, пістоянні мероприятия. А ваще, в рамках нашого фестиваля один наставник із числа опытних літераторів, член Союза писателей Білоруссії і либо якого-то другого Союза, курирує роботу двох молодих авторів. Тобто, непосредственно, допомагає в роботі над поєтичкими переводами і в выполненні конкурсних задань. Ксіні Макаревич на фестиваль «Славянські літературні дажинки-2019» проїхала з Чаширська. Я навучиться у 11 класі, а верші і прозаїчні твори піша з дитячого сада. Каже, що нема одній тема такі жанра. Є доспадобе экспериментувати з формами і стыля. Дівчини вельми любить, коли на уроках задають написати сочинення на вольну тему. Каже, що проза більш по душі. Тут можна не обмежовуватися нікалькими слубками, а выражать свої думки без оглядки на хронометраж. Більше все-таки даю предпочтение прозі, тому как мне кажется, що в поєзії мои мысли все-таки ограничиваются тем, що треба подбирати под рифм правильні слова. А в прозі я можу говорити абсолютно все, що дежут у мене на душе. Мене це безумно радує. На любу тематику абсолютно свободна тема. Я безумно рада, коли в школі нам предлагають поучаствувати в каких-то литературних конкурсах, де тематика заранее говориться, що она свободна. Це мене не ограничуває в литературному, в моєм плані. Фестиваль буде довжиться іще два дні. Завтра письменники выступять перед студентами ГДУ Мяфранциска Скарыны і підпишуть договор об супрацівництві. Так само литераторів будуть проймати у клімалці Гомельського района, де пройде передачу книг бібліотеці, яка потерпела від пожара. 14-го, у День города, письменники зберуться у Гомель, у сквери і Мяграмыки. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпані Гомель, з Гомельського района. Туристично-спортивний зліт пам'яті заслужного наставника БССР Василя Катянкова проходить на Рогачовщині. На протягу трьох днів 12 команд з 11 школ района будуть визначать ліпших у спортивним ориентуванням. Наші корреспонденти завітали у лагер даюних туристів. Туристичний зліт пам'яті Василя Катянкова проходить з 2008 года. У доску Василь Піліпович більш за полстагодзе працював наставником фізичной культури. У пам'яті об іму дячні вучні, що год проводять з поборництві. Ініціатори турзліту – випускники Довской середньої школи. Яни ж забезпечують прізи пераможцям. Команда пераможцям отримує корисний туристичний інвентар. Все випускники, які когда-то займались у нього, їм теж це все пам'ятно. Ці сліты, вони когда-то туди їздили. Ну і поэтому, іменно така ідея родилась, теж провести именно слітом це все мероприятие. І начинали ми такі сліты с ним, як-то перший в Рогачовському районі. У нас, звісно, не було таких великолепних палаток, таких условий. У нас були брезентів палатки, які мокли дам. І ми під дождем, це все під відкритим небом. Зараз, звісно, хлопцям легше, все інтересніше. Молодці, що відзиваються, що підтримали нас в такому мероприятии. Дуже приємно. Заправдний фаворит з поборництву – команда Довської середньої школи. Яна перемагає вже кілька годів запор. Традиції туризму тут заклав Міновіта Василь Катянков. Цю справу зараз протягує наставник білорусської мови і літератури Петр Ахремчик. Він сам, кстати, вообще никогда не курил. Він практично не употреблял спиртного. Він починав кожний день з зарядки своєї робочий день. К этому привучав дітей. І вже в преклонному возрасте, коли він закінчував роботу в школі, він на будь-якому снаряді всі види упражнений показував дітям сам. На протягу трьох джон школьники будуть споборнічись у туристично-прикладним шматбор'ї, спортивним орієнтованні, приймуть у ділу в конкурсних програмах. Школьники пройдуть нєкалькі дистанцій у темліку і довгіх. Під час переодоління конкурсних етапів я не змогуть ближай познайоміться з історією родного краю. Здесь святые міста. Течет река Рекатун. І з 30-х годів фрагмент скульптури піонерки, який стояв на центральної площади, знаходиться в рекі. Здесь красива природа. Я думаю, ми ці традиції будемо ще продовжати на долгі роки. Організатори планують, що розліт пам'яті Василя Катянкова стане міжнародним. У наступному годі запрошенні до ділу отримають школи в області і усій країни. Вероніка Гамзюкова, Ігор Марышчанка. Телерадоя компанія Гомель з Рахачовського району. ГТІ і інші новини ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гетім випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Де-факто на телеканале Беларусь 4 Гомель. В студії Александра Гамоля. Здравствуйте. Убила подругу, сообщила об этом в милицию. Подожгла дом и отправилась дебоширить к соседям. Вчера мы рассказывали о пожаре в Мозорском районе, на котором погибла женщина. Как стало известно, сегодня к ее смерти была причастна подруга. Обеим женщинам за 60. События той ночи в деревне Романовка еще долго будут вспоминать местные жители. Вчера в половину второго ночи в Модерске РУВД позвонила неизвестная женщина и сообщила о том, что убила человека и уже вызвала скорую помощь. Затем она начала называть место своего положения, но при этом постоянно путалась. Называла то лельческое направление, то калинковическое, а затем вообще бросила трубку. Буквально спустя 30 минут поступил еще один звонок только из деревни Романовка Моцовского района. Жительница данного населенного пункта рассказала, что к ней в дом стучится неизвестная женщина, руки в крови и кричит, что за ней кто-то гонится. Оперативники поняли, что эти два звонка как-то взаимосвязаны между собой и сразу же направили в деревню Романовка наряд милиции. Одновременно с этим соседи вызывают спасателей на пожар, а подозреваемую находят и задерживают в деревне сотрудники уголовного розыска. Она под сильным алкогольным опьянением и только утром рассказывает свою версию произошедшего. Она приехала в гости к своей подруге в деревню Романовка Моцовского района. Они вместе посидели за столом, выпили и у них произошел конфликт. В результате которого более молодая дачница схватила железный ухват печной и несколько раз ударила свою подругу по голове. После этого подожгла тюль и выскочила из дома. Мозорским районным отделом Следственного комитета в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В шесть часов борьбы с огненной стихией в Жобинском районе горел лесной массив. Предварительная версия причины пожара – непотушенный костер. Информация о возгорании поступила в районное подразделение МЧС со спутника. Тепловая аномалия была обнаружена на берегу реки Днепр в районе деревни Городок. К месту происшествия прибыли спасатели, работники лесхоза и местного сельхозпредприятия «Горелла», трава и кустарники. Позже огонь перекинулся на лес. В общей сложности ликвидация пожара продолжалась в шесть часов. Огнем уничтожен один гектар леса и семь гектаров травы. Всего за прошедшие сутки ликвидировано пять лесных и два торфяных пожара. Выехал на встречку и таки встретился. В добруше мотоциклист при совершении обгона на нерегулируемом пешеходном переходе врезался в «Фольксваген», который выезжал со второстепенной дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. А в Гомеле сегодня рано утром с управлением автомобиля не справился 20-летний молодой человек. Водитель управляет автомобилем «Ауди А5» при движении по улице Кирова в направлении улицы Советской. Неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево и после перевернулся. В результате происшествия ехавшая качественный пассажир 21-летняя девушка с травмами была доставлена в больницу, где после оказания помощи отпущена домой. Очередная партия зерна оказалась в сводке гомельских таможников. Перевозчики не смогли предоставить на осмотр документы, подтверждающие легальность приобретения груза. Тем временем в двух машинах находилось около 90 тонн ячменя. Ко всему прочему, указанный в сопроводительных документах вес товара не совпадал с реальным. Скрыто более 6 тонн зерна на сумму около 2000 белорусских рублей. По данным фактам гомельской таможни начат административный процесс. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женский гомбольный Гомель стартует в Еврокубках. 13 и 14 сентября команда Томожа Чаттера проведет поединки первого раунда квалификации Кубка ЕГФ. Соперник – представитель Косова, клуб «Истогу». Матчи пройдут на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Завтра стартовый свисток прозвучит в 19.00. 14 сентября в 17.00. Победитель этой пары в октябре во втором раунде квалификации сыграет с датским клубом Хернинг и Каст. Фавориты есть фавориты. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» не смогла навязать борьбу чемпионом. Подопечные Сергея Цыганкова в Бресте в очередном туре чемпионата страны встречались БГК имени Мешкова. Сенсации не случилось. Хозяева победили без вариантов 35-19. Самый результативный в составе Брещан Никита Вайлупов. 10 голов у гостей Дмитрий Смоликов и Евгений Кравченко по 4 точных броска. «Гомель» пока единственная команда в чемпионате, которая не набрала очков. Параллельно в Минске встречались «СКА» и БГУ «ФК «СКА». Первая команда армейцев ожидаемо была сильнее – 46-29. Разборки в овертайме. «Металлург» побеждает, а «Гомель» проигрывает в очередном туре хоккейный париматч экстралиги. «Волки» на домашнем льду принимали лиду. Основное время поединка закончилась в ничью – 2-2. В составе хозяев дублим отметился Алексей Михнов. За лиду забрасывали «Чирва» и «Бабко». На второй минуте овертайма гости были наказаны за грубость. Победная шайба волков в большинстве на счету Колосова. В «Гомеле» хозяева льда добыть победу в овертайме не смогли. «Рыси» по ходу основного времени ввели в счете сначала 2-0, а после 3-2. Однако удержать необходимый результат не удалось. К окончанию третьего периода на табло горели цифры 3-3. За «Гомель» забрасывали «Моголецкий», «Андреев» и «Серегин». За «Неман» – «Кислый», «Елисеенко» и «Ремезов». В овертайме гостям хватило чуть менее полутора минут, чтобы оформить победу. Голевой бросок на счету Туркина. Завтра «Гомель» ждет гостей лиду. «Неман» отправится в Жлобин, где гродинскую дружину ожидает «Металлург». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова